привет друзья ну вот мы договорились и завтра в 5 часов будет у нас работа сказанию и как мы договорились потом youtube мы выложим мы тогда говорили что вся школа посмотрит как я захаровым там занимались с аудитории которую вы не будете видеть и потому что там такой формат мы будем говорить в зуме вся аудитория она будет смотреть у меня не будет с ними обратной связи и поэтому у меня будет такое знаете как вот я не буду видеть обратных реакций и поэтому это будет для меня супер экзамен такой очередной когда я не вижу с кем я разговариваю и при этом не надо резко коренным образом улучшить состояние людей и научить их управлять своим состоянием это вообще очень сложная работа и поэтому я готовлюсь к этому друзья и вы потом посмотрите захаровым потому что захаров наш психолог военные полковника одно время я работал у него замом психологическом институте рау я был ведущим научным сотрудником у захарова в отделе там по эксперимента по экстремальной психологии потом захаров у меня работал в центре защиты от стресса был консультантом по всем спецпрограммам и игр морозов у меня тоже работал полковника который тоже был у меня советником и организовывал все вот эти встречи и вот захаров сейчас вот организовал эту встречу потому что но вы понимаете я же не военный человек я врач но при этом у меня конечно если друзья есть вот такие вот коллеги которые мне помогают когда были прошлые теракты они как раз таки обеспечивали мне вход туда потому что даже так не пускают вот так любому человеку и очень сложно было сейчас тоже но захаров алексей валерьевич молодец такое вы иногда можете видеть его на авроре и на других телевизионных передачах как он рассказывает там ну разные истории и вообще как сегодня людям жить в этих сложных ситуациях но он военный психолог ну вот такие вот дела я ему очень благодарен и потом мы с ним сделаем встречу отдельное и тоже мы с ним опять поговорим отдельно и вы все это посмотрите если хотите в зуме сделаем зуме зададите ему вопросы мне зададите вопросы мы вообще чаще будем практиковать встречи в зуме чтобы мы могли все больше и больше друг друга понимать и вот что я хочу понять я сегодня разговаривал с нашей коллегой но вот участницей нашей школы об очень серьезном вопросе почему собственно говоря у нас в школе человек будущего homo futurus вот у нас много тем но там есть основная ключевая тема каким он будет человек будущего какими качествами способностями будет обладать и для этого мы там еще и разрабатываем совместно со всеми да друзья разрабатываем определение понятия по пунктам человеческих качеств что значит быть человеком вообще что значит человечество мы разрабатываем науку человечности она для чего нужна она же и нужна для того чтобы вот таких случаев было меньше что было меньше и терактов что меньше было и войн на планете что было меньше потребностей в лекарствах и не было пандемии это же первопричина человечности это же вот не сопереживание чувство чужой боли любовь и нравственности совесть это же еще и ответственность это же еще ответственность человек это прежде всего ответственность это чело направленное века это смотреть дальше из своего носа и вот интересно вот мы разговаривали с нашим участником нашей школы и у нас будет отдельная беседа вы тоже посмотрите очень интересный вопрос мы обсуждали очень важно почему то у нас на этой тематике по созданию науки человечности ну люди как-то очень вело реагируют потому что у нас в основном там идут люди с вопросами ну как боль там какую-то пролечить как паники снимать это понятно это понятно я это вполне принимаю и помогаю всегда я открыт до этого а вот на разрабатывать науку человечности как-то вот так вот как-то мало это всех интересует какая-то тема всем видимо кажется не какая-то непонятная утопическая но что вот типа сейчас этим заниматься когда вот что у нас происходит жкх нечего платить и все там заняты какими-то выживательными моментами что происходит в мире и в стране так это же происходит потому что науки человечности нет вот же почему но это же первая причина это же первая причина но почему вот люди не понимают может все вы понимаете может быть большинство не понимает вокруг нас потому что каждый в своей скорлупе своих проблем и не видит дальше своего носа так в этом же вся причина так пока не будет науки человечности так не будет общего международного языка общем понятного да все потому что все эти слова о любви слова чувство чужой боли сопереживания созидания не такие расплывчатые что каждый там понимает по-своему поэтому вот и в религии тоже так же случилось ну наверное те первые которые создавали за которыми потом пошел народ наверное они смысл имели это человечность а потом так распыляется суть смысла как-то вынущивается остаются традиции повторяются буквы повторяются формы сама суть выучивается что человек должен быть человеком но эти же пророки все об этом говорили христос об этом говорил и магомет об этом говорил и буду об этом говорил и моисей об этом говорил но вы же вы не помните что ли как он спустился с горы сина и со скрижалями они в это время собрались золотого башка вылепили и молились ему вот так он их палкой побил ну потому что они тогда выборы позже золото это материальность правильно когда внимание направлено там же не просто что они золотого башка вылепили вместо вот этой вот большой духовности нравственности чувство бесценности живого вместо этого всего башка вылечили вылепили да и он их палкой побил но вы знаете почему все происходит потому что из дух и материя есть психо и организм то не только хлебом единым жив человек но и не только духом единым жив человек должно быть гармония согласованности наука человечность и это как раз их и о том чтобы человек умел умел снимать стресса вместе со стрессом снимать шоры на глазах потому что когда он стрессе он выживание находится у него узкотинельное зрение он ничего не видит не слышит кроме своих проблем болевых и говорит о том о чем у него болит и больше ни о чем не может говорить это понятно а вот когда он умеет снимать стресс выходить на состояние творца на состояние творца он видит мир широко он может дарить любить творить он да он там может созидать сотрудничать вместе вместе с другими решать какие-то общеволнующие вопросы так это жизнь наука человечность а у нас еще метод ключ к этой теории поэтому надо определять понятия вот эти вот еще методом владеть ключом и чтобы весь мир умел это делать потому что во всем мире тоже если йога и медитации все разные способы но они же тоже не такие чтобы современными были сегодня 21 век сегодня все должно быть просто понятно быстро эффективно поэтому я завтра буду помогать казани и поэтому мы еще раз подумаем о науке человечность и потом чтобы избежать таких случаев казани в кирчи ты до этого помогал до чтобы избежать потому что этот парень тоже там вот может быть он одинокий какой-то был почему такой был агрессивный почему он готова к этому ужасу который там произошел может быть он сам шел на смерть не знаю кто знает что там происходил но чтобы не было такого одиночества у человека чтобы человек не был брошен потому что от хорошей жизни такие вещи не делают это явно какая-то патология правильно на вот чего она возникла наука человечности должна быть со школы должна быть со школы вот видите религии у нас есть у нас есть как бы духовная непосредственность и давайте тоже есть религия политика тогда известное говоря, ответственность, способность понимать друг друга. Поэтому нужен современный язык, чтобы меньше было суицидов, чтобы меньше было агрессии, меньше было таблет, которые нам надо пить, и чтобы мы, как говорил Толстой, смысл жизни в продолжении жизни на Земле, чтобы мы были хомо сапиенс, человек разумный, человек разумный, и поэтому мы идем в школу человека будущего. Потому что, если мы сегодня будем заглядывать за тысячи лет вперед, видеть дальше своего носа и понимать, какими качествами и способностями он должен обладать, мы сегодня не будем понимать, какие качества и знания нужны человеку сегодняшнему. Надо смотреть из будущего, а не только из прошлого. До встречи, друзья! Значит, два дня мы будем работать с Казанью, потом вы это посмотрите в школе, выложим в Ютубе. До встречи!